Ребята, я на Краснополяне в Эстосадке, правильно это место называется Горький город, вообще географически это Эстосадок. Здесь впереди канатная дорога на Красную Поляну, курорт Красную Поляну, ну а тут всякие казино и прочая шляпа. Парни лайфхак для нищебродов, как по лайту дешево погулять по Горький город. Короче, едете по улице Эстонской, поворачиваете налево на улицу Горажную и там по знакам ищите парковку бесплатную. Потому что для того, чтобы здесь запарковаться, вот на этой парковке, которую вы видите сейчас в данный момент, нужно за въезд заплатить 700 рублей. Вот, затем идете сюда пешочком, не долго тут, метров 300. Идете вот в этот магазинчик, называется Агрокомплекс. Здесь готовая еда уже приготовленная, продается очень хорошего качества, по совершенно разумным, адекватным ценам. Вот я купил, видите, агрокомплекс. Покупаете то, что вам хочется и гуляете дальше, вот уже с едой и бесплатной парковкой по городу. Как попасть в туалет, я потом позже допишу вам. Вот это набережная, времена года называется. Тут народ, как видите, покупает устрицы. Девчонки, как дела у вас тут? Вы не стали случайно очевидцем несчастного случая? Да-да-да, смотри на верху, молодец. Вы, наверное, за какого-то агентства во временного, да? Да-да-да. Снимаетесь? Да. Сколько? Ну, снимаем. Получилось? Сколько? 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 Что-то снимаем, весь день снимаем. Тут у нас снежочек лежит во всех местах. Ля-ля-ля-ля-ля. Тайп, правда, он. Это вот тут. Если вы купили Альфу, мопед, то можете сюда приехать на мопеде Альфа. И вот здесь покататься на этих вот горках. Только тут немножко скользко. Но если вы храбрый, смелый мопедовод, то вас это не остановит. Так, ну и знаменитая река Мзым-то. Что? С вами? А вы меня плохому не научите? Научите плохому? Нет, нет, что-то не отзывается. Неконтактные, девчонки. Пойдемте реку смотреть, короче. Так. Что это такое? Река. Какой вид, ребята, смотрите. Белая гора. За елочкой. Белая гора. Живую эпичнее смотрится. А вот река Мзым-то. Вот она так выглядит. Видите, повыше сделали оградку, чтобы пьяные Russian туристы не прыгали сюда. Там вообще стена. За ней железная дорога. Ну вот. Горький город, в общем-то, он вот так вот и выглядит. Он туда, в ту сторону. Он где-то примерно километр. Вот такая же вот. Шля потянется. Тут все принадлежит одному хозяину в основном. Так называемый ООО или ЗАО. Горький город. И, короче, вот они тут собирают деньги. Тут можно недорого заселиться. Вот впереди здание. Видите? Здесь можно, если в акцию выхватить в апартаменты, то можно заселиться за косарь за ночь. Ну, чуть дороже косаря. То есть вдвоем, допустим, едете, вам по рублей 800-900 обойдется с ночи переночевать здесь. И вот дела, ребятушки. Впереди подъемник, ребят. Впереди подъемник, ребят. туда в горы чтобы уехать в горнолыжный курорт и вот надо попасть впереди подъемник итальянский дворик который мне нравится здесь а ничего нет особенного но и 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 парни но я добрался до розы хутор вот и местные гамбурги пью кофе и вот здесь такая шляпа я наконец-то видел снег народ ездит на тубингах детские горки короче здесь видите розы хутор как ты меня угораздило в детский клуб заехать а вон площадь флагов видите прямо сейчас я туда пойду и и и много снега но температура плюсовая а тут улетает пушка стоит снеговая прикольная тема а и а а и а а а а и а а тишины прошу тишины парня но вот аллея флагов это флаги всех стран которые участвовали в олимпийских играх здесь в этом месте в четырнадцатом году вот они все тут флагов блогеры блогеры я вас видел уже есть внизу блогер а чё там газета какому-то постоит встал то снимите меня снимайте меня то я сейчас сама будете снимать вот они флаги и 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 Чувак в колено-востевой позе стынет, смотри. Здесь на склоне не катаются эти лыжники или бегом бегут, кого лыж нет. Людей очень мало, видимо еще не наступили праздничные дни. Сегодня у нас 29-е число, 29-е сегодня? 29-е. Видимо завтра, послезавтра сюда это ломанется. Народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова